Налоговая служба Российской Федерации отмечает юбилейную дату – 30-летие со дня основания. 21 ноября – профессиональный праздник всех сотрудников налоговых органов страны, в том числе и Крыма. В этом году работа службы была как никогда осложнена в связи с глобальной пандемией. Но, несмотря на все трудности, за 10 месяцев 2020 года в бюджетную систему и в небюджетные фонды России поступило почти 93 миллиарда рублей. К тому же налоговая служба Крыма стала одной из первых, кто создал региональный ситуационный центр для оперативного мониторинга ситуации в экономике. В Федеральной налоговой службе республики работают почти 1800 человек. И для каждого из них в приоритете – высокое качество предоставления государственных услуг. За все эти годы налоговая служба прошла непростой путь становления и развития. Но самое главное – это люди. Я горжусь тем, что являюсь частью этого сплоченного, слаженного коллектива. Общение с налогоплательщиками ни разу не прекращалось за весь период пандемии. Во многом благодаря тому, что служба оснащена самыми современными электронными сервисами. Ответы на все свои вопросы крымчане получали и получают с помощью телефонов, горячих линий и скайп-связи. За всю историю существования налоговой службы 2020 год – далеко не единственный сложный период. В 2014-м налоговые органы Крыма столкнулись с событиями исторической важности. Во времена Крымской весны происходили титанические изменения законодательства. Со всеми сложностями переходного периода налоговая служба республики успешно справилась. Республика Крым имеет свою отличительную историю становления и развития налоговой системы. В 2014 году необходимо было проделать большую работу по переобучению специалистов, по помощи бизнес-сообществу, по адаптации к переходному периоду в действующем российском законодательстве. Среди профессиональных достижений службы – единый государственный реестр записей актов гражданского состояния. Такие данные, как рождение, смерть, усыновление, заключение брака и смена имени, находятся в ведении Федеральной налоговой службы. За 2020 год появились немаловажные нововведения. Впервые крымчанам будет начислен налог на имущество, который необходимо оплатить в следующем году. База для его расчета – кадастровая стоимость недвижимости. Также еще в июле текущего года Крым присоединился к числу регионов, в которых начал работу новый налоговый режим – налог на профессиональный доход. Все преимущества самозанятости оценили 10 тысяч налогоплательщиков. Налоговая служба своими рабочими успехами за последний год гордится. Поздравляю всех и каждого с профессиональным праздником, с теми, с кем пройден тот нелегкий путь становления и развития налоговых органов Республики Крым. С праздником, уважаемые коллеги! Вместе мы сила! За 30 лет работы Федеральная налоговая служба России прошла долгий путь и продолжает постоянно развиваться. На сегодняшний день основной тренд – цифровизация. Уже сейчас проходит поэтапное внедрение нового программного обеспечения. Иначе говоря, единой системой, где будут собраны самые разные налоговые данные. Татьяна Упальва, Служба новостей и ТВ.